Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал. Вы, наверное, не скучали по мне, потому что контент потихоньку выходит. Но я, получается, 4 дня ничего не снимала для вас, поэтому я, честно, очень соскучилась по съемке контента. И вы знаете, раньше я не могла себе такое позволить. Как только я снимала видео, у меня просто было непреодолимое желание сразу же выложить его и показать вам. Но сейчас я держу себя в руках, особенно если контент мне не нравится, он остается очень долго. У меня вот так остался один влог, где-то, наверное, 8-9 месяцев, как я его сняла, а может даже и год. И он у меня просто в закрытом доступе на YouTube. И каждый раз я себе говорю, вот не будет контента, когда-нибудь да выложу. И каждый раз откладываю, оттягиваю этот момент, когда же я все-таки выложу это видео. И мне оно очень не нравится. И не знаю, когда вы его увидите. И увидите ли вы его вообще, тоже непонятно. Вчера, кстати, мы были на море, и мне море безумно понравилось. Здесь просто подряд очень много пляжей, и поэтому на этих пляжах очень мало людей. Несмотря на то, что все-таки это район, здесь очень крутые беседки, отличное обслуживание. Но цены, если честно, такие же, как и в Баку, но огромный плюс, что очень мало людей. Точнее, не то, что мало людей, просто много пляжей, и поэтому спокойно можно плавать, и никого в радиусе 200 метров нет. Это просто кайф. Я не знаю, возможно, только я такой эгоистичный человек, но мне вот этим именно не нравятся аквапарки, потому что в одном бассейне очень много людей. Если ты, кстати, знаешь, где в Баку есть аквапарк, где очень мало людей, пусть даже вход будет стоить дорого, я готова за это заплатить, лишь бы плавать, и рядом не было никого. Кстати, я плавать тоже не умею, это, образно говоря, плавать, я просто хожу по воде, так скажем. В общем, пляж мне очень понравился, вода была чистая, беседки были крутые, все было замечательно, я сделала классную фотографию в свой инстаграм, поэтому обязательно подписывайтесь. Также по дороге мы хотели купить маме купальник, поэтому заглянули в магазины здесь, в городе. Я была немножко приятно удивлена тем, что здесь можно оплатить все картой, очень много товара, много чего мне понравилось, и очень все дешево. Там были сумочки, мне не настолько понравились, но я просто себе обещала, что я не буду покупать дешевые сумки, и уже буду покупать какие-то более-менее хотя бы middle сегмент. Каждый раз я себе это говорю, но когда я вижу сумочку, вот эту прекрасную всего за 24 моната, я думаю, блин, 24 моната, ну почему бы не купить, она такая классная, зеленая, милая. Но с другой стороны, я думаю, фурнитура потемнеет, зачем у тебя есть сумки. У меня, кстати, в коллекции есть только одна дорогая сумка, все остальное такое. Я просто сама для себя решила, что все-таки сумки надо покупать более-менее дорогие, лучше в год одну сумку я куплю, но какую-то стоящую. И поэтому еле удержалась, а потом приехала домой, я вот легла спать, точнее я просто лежала в кровати, я такая думаю, блин, надо было купить эту сумку, она же такая милая. Я не знаю, в комментариях часто меня девчонки ругают за то, что я немножко люблю покупать барахло. Но вы не поверите, насколько я себя чувствую счастливой, когда я покупаю какую-то фигню, которая просто будет лежать у меня в шкафу. Возможно, это зачатки детства, что-то в детстве недокупили, недодали и так далее, но я продержалась, я ее не купила. И вот сегодня тоже целый день хожу, думаю, может быть, сесть в машину, поехать и купить ее. Мои усилия все-таки принесли хоть небольшой результат, и немножечко я все-таки подзагорела. Мне настолько нравится, как это смотрится. Хотя, вы знаете, столько усилий было вложено, например, вчера на пляже я около часа лежала на солнышке, хотя с минимальным SPF, SPF 10, чтобы хоть как-то защитить свою кожу. Я честно завидую девчонкам, которые очень быстро загорают, и, например, моей маме она не хочет загореть, и уже очень классного оттенка, а у меня это все проходит очень сложно. Еще я с собой взяла вот этот крем от Миксит, он невероятно круто пахнет и очень классно увлажняет кожу. И обязательно увлажняем кожу. На удивление, сегодня просто замечательная погода. Заметила одну закономерность в последнее время, как только я беру в руки камеру, начинается дождик. Хотя, еще не вечер. Не обращайте внимания на мои ресницы, я знаю, что они выглядят просто ужасно, но, к сожалению, я с ними ничего не могу поделать. Сегодня у нас фасоль, и как только я начинаю кушать на природе, сразу появляется здесь куча котиков, которых я подкармливаю. Здесь есть один кот, он постоянно мяукает, у него проблемы с одним глазом, я его постоянно подкармливаю. Но проблема в том, что когда я его пытаюсь накормить, он убегает. И даже когда я оставляю еду, ухожу, а он... А, нет, это сына! Сына! Сына, Твикс! Мамин Твикс! В общем, на чем мы остановились? Здесь есть один котик, мне его безумно просто жалко. Если бы его увидели, вы бы просто скинулись на его лечение, но проблема в том, что он очень сильно боится людей. И даже когда я пытаюсь его кормить, он сильно сопротивляется, то есть он убегает. Я не знаю, что с ним делать, потому что мне его искренне жалко, хочется как-то ему помочь. У него весь один глаз красный, он постоянно мяукает, и мне кажется, он мяукает как раз-таки из-за того, что у него этот глаз болит. Я не знаю, он подрался с другими котиками, но не думаю, что местные жители как-то специально сделали ему плохо. Скорее всего, это какая-то вирусная инфекция, потому что когда мы лечили Твиксика, очень много таких котиков приводили к ветеринару. И ветеринар объяснял, что это какая-то инфекция, которая переходит от котика к котику. И, кстати, надеюсь, что мой дурачок не будет в контакте с этим котиком. Но учитывая, насколько он везучий, я знаю, что он подружится именно с этим котиком. И у нас у Твикса тоже появится на одном глазе такое красное пятно, но будем надеяться. И, кстати, я заметила одну особенность, что местные котики особенно его не признают. То есть они между собой как-то общаются, кентуются, но как только он приходит, они начинают... Так как я сегодня встала очень рано, у нас с вами куча времени, поэтому я хочу переделать сегодня ноготочки. Хотя с этими еще можно спокойно ходить, ну, минимум недельку, максимум даже две. Никаких сколов нету, все отлично, но очень хочется мне переделать, прям руки чешутся. Помните, вот это кольцо, которое я недавно покупала? Оно мне большое, приходится носить вот так. Вот так тоже как-то по-дурацки смотрится. Я вам уже показывала, но покажу еще раз. Все мои принадлежности для ногтей лежат вот в этом шопере. Много чего я с собой не взяла. Взяла только самое необходимое. Это, естественно, моя любимая лампа. У меня Sun 6S. Она не супер мощная, но для меня достаточно. Моя новая фреза с вот такой вот керамической насадкой. Она тоже очень круто снимает покрытие. И кое-что из мелочи взяла. Здесь база, топ, два цвета гель-лаков. Ну и вот такие вот мои мини-инструменты. Кстати, насчет цветов. Я немножко промахнулась и взяла два супер несочетающихся цвета. С этим цветом лишь однажды я делала маме покрытие. Это такой темно-красный, такой бордовый оттенок. Очень красивый, богатый цвет. И второй гель-лак. Это, естественно, Jeff вот в таком оттенке. Фиолетовые крупные блестки. Очень круто переливаются, но два этих оттенка совершенно не сочетаются между собой. Обычно я коррекцию всегда начинаю делать с левой руки. А потом правую руку очень сложно делать левой. Тем более ты немножко устала и тебе весь этот процесс немножко поднадоел. Но в этот раз я сделала наоборот. И это оказалось просто безумно удобным. Тем более сегодня у меня очень много дел. Сделала все в спешке, быстро-быстро. И покрытие, если честно, получилось не идеально. Но ничего страшного. Пару недель похожу, а потом опять сделаю коррекцию. Мягкий квадрат мне немного поднадоел. Поэтому в этот раз я решила сделать миндаль. Вот такая форма красивая у меня получилась. И, кстати, мне намного проще ходить с миндалем, чем с квадратом. А вот и, девочки, результат. Если честно, мне не очень нравится. Этот цвет, он безумно капризный. Очень сложно наносился. Хотя я его нанесла в два слоя. И обычно темные оттенки очень хорошо всегда наносятся. Еще плюс, кстати, топ новый. Тоже какой-то идиотский. Ну, в общем, ничего страшного. Похожу так недельки-две, а потом сделаем что-то более-менее стоящее. Ориентировочно в неделю один раз мы едем за продуктами и закупаемся всем необходимым. Деревня у нас достаточно большая. И здесь есть четыре супермаркета. Но они небольшие и не такой большой выбор продуктов. Поэтому мы с мамой отправляемся в город. Тем более здесь не только продукты, но еще очень много мелочей, всяких органайзеров, посуды. У меня после моря до сих пор болит нога. Я поранила ногу, и она никак не заживает. Поэтому я смотрела здесь обувь. Так и не нашла сандалии, которые необходимы мне. Но вот такая вот прекрасная обувь стоит всего 3 моната 50 копеек. В этот раз уже точно мы хотели купить духовку. Выбор достаточно большой, но все варианты очень бюджетные. Мы решили взять вот эту бежевую. Она, к сожалению, была последняя, поэтому нам дали с витрины. Перед покупкой, естественно, мы решили ее проверить. И как оказалось, низ не работает. А еще очень интересный момент. На нее нет абсолютно никакой гарантии. То есть если вы пойдете домой, и буквально через пару дней она перестанет работать, то это чисто ваши проблемы. Поэтому рисковать мы не стали. И брать ее тоже. И взяли другую уже с гарантией. Не обращайте внимания на мои руки. Такое ощущение, что я работаю в СТО. Но на самом деле я взяла ручку в руки. Она потекла. И потом я никак не могла отмыть руку. И поэтому она у меня вся черная в чернилах. Я еще предлагала мамочке взять блюдца. 12 штук. То есть 2 сета. Нам их принесли. Но мама говорила, что они какие-то кривые, бракованные и так далее. Хотя я этого абсолютно не заметила. Видимо, мы очень капризные клиенты магазина. Съездили, все купили, закупились. На улице такая духота. И вот когда именно духота, очень много всяких мошек, комаров. Вчера я заметила какие-то зеленые комары, большие гиганты. Я не знала, как от них спрятаться. И у меня нету москитной сетки. Я обошла буквально 6 магазинов, чтобы найти эту москитную сетку. Но, к сожалению, нигде ее нету. В Баку мы хотели ее купить, но в конце мы забыли. И теперь я сплю просто в духоте. Окно открыть не могу, потому что очень много всякого утварей летит к тебе. А когда все закрываешь, это просто спать невозможно. Настолько душно. И вот что делать, я даже не знаю. Последние дни были дождики. Очень хорошая погода. Немножко ветрено. Когда ветер, все равно этих мошек нет. Но я, честно, впервые вижу таких комаров. Причем обычные комары, когда они находятся где-то рядом, ты их слышишь, а они вот так вот делают. А эти вообще бесшумно. Сейчас я вам покажу все, что мы купили. И в конце сколько денег потратили. Во-первых, взяли вот такие макароны-пружинка. Мэйнесс мечта хозяйки. И взяла соус от Хайнс. Была в шоке, что он здесь есть. Но стоит, кстати, гораздо дороже, чем в Баку. Также нашла здесь свои любимые сосиски. Кёслямя. Спросила, какие у вас самые дорогие. Мне сказали эти. На скидке был тук с крабом. Естественно, мой любимый кофе. Три в одном от МакКофе. Такая вкусняшка к чаю. Как только в магазине увидела эти конфеты, вспомнила бабушку. Это любимый конфет моей бабушки. Тушенка с говядиной от Супер Сам. Подсолнечное масло. Взяли два небольших арбуза. Специально взяли небольших, потому что мы с мамой вдвоем. Думаю, один арбуз за два дня ели съедим. Мороженое. Самые обычные стаканчики. Я люблю шоколадное. Мама любит белое. Это быстро надо отправить в холодильник. Раньше покупали по небольшим упаковкам. А теперь решили взять целый килограмм семечек. Так получается намного дешевле. Мой любимый кешью здесь стоит всего 27 манат. В Баку гораздо дороже. Решила взять совсем немного. Вот эта сладость напоминает мне мое детство. Я помню, когда я была маленькая, мама готовила вот такие орешки. Внутри здесь сгущенка вареная. По идее, они должны быть очень вкусные. Но там в магазине, естественно, потестить я не смогла. Поэтому сейчас будем пить чай. Горячий шоколад. Три штуки. Большой вот такой черный чай от Бетта Тия. Томатная паста. Помидоры и болгарский перец. Лук, огурчики, баклажаны и немного зелени. Буквально несколько пучков взяли. Взяла два банана. Причем переспелые бананы стоили дешевле. Я, естественно, обожаю бананы вот в таком состоянии. Супер мягенький хлеб. Вот такая буханка стоит 70 копеек. Я знаю, что у меня очень много зрителей из разных стран. Напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько стоит хлеб у вас. Мама недавно нам с другом детства обещала приготовить очень вкусную шаурму. И мы искали как раз-таки лаваш. Взяли вот две упаковки. И немного мелочевки по бытовой химии. На продукты мы потратили 90 монат. И еще плюс купили духовку. Духовку, кстати, нам пришлось взять самую дешевую. Потому что только на нее распространялась гарантия. Все остальные духовки были без гарантии. Арбузик, кстати, очень-очень сладкий. Я его разрезала. А потом вспомнила, что у нас очень много белой черешни. Еще бананы переспелые. Надо было пока что арбузик оставить. Самая главная духовку забыла показать. Она от бренда Евролюкс. В общем, самая такая простенькая духовочка. Вот так вот выглядит внутри. Здесь также есть ножки. Мама обещала приготовить нам пиццу. Правда, противень не очень понравился нам. Но это единственная духовка, на которую была гарантия. Все остальные духовки, даже, не знаю, недели гарантии нет. Поэтому пришлось взять эту. Хотя она выглядит как-то очень простенько. Как-то все хлипенько. Но будем надеяться, что будет работать.